Всем привет! Меня зовут Николай Ункевич, я 3D-художник, и в этом видео я хочу разобрать одну из моих топовых работ, которая была продана на аукционе Foundation за 1000 долларов. Модель кораблей я взял с сайта Sketchfab, он уже был затекстурирован. Все, что мне оставалось сделать, это пустить его по морю и заанимировать его парус. Дефолтная анимация позишена по иксу. Анимацию паруса я делал по следующему принципу. ПКМ по парусу, Simulation Text, Close Tag. Переходим в режим точки, выделяем те точки на объекте, за который наша модель будет держаться. Соответственно, я выбираю нижний и верхний диапазон. После этого переходим в Close Tag и кликаем во вкладке Fix, Points, Set. Далее я покрутил значение во вкладке Forces, тут уже как вы хотите видеть анимацию, но на всякий случай я покажу свои настройки. Во вкладке Tag, Flexion выставил на значение 100 и завершил это кэшем, чтобы анимация сохранилась. Теперь давайте рассмотрим, как создавалась неровность с песком. Я создал плейн, во вкладке Object выставил ширину и высоту примерно по 6000. Ниже в параметрах сегмент с по 200. Далее я воспользовался вот этой текстурой, ссылку я оставлю в описании. Поигрался со значениями дисплейсмента. Неровности я сделал при помощи инструмента Pull. Выделяем наш плейн, Sculpt, Brushes, Pull. Size это размер вашей кисти. Pressure это силу, с которой вы будете делать ямки, либо наоборот горки. Принцип работы прост. Выбираете зону, зажимаете LKM и выделяете область, где хотите сделать возвышенность. Зажимая при этом Ctrl, мы получаем обратный результат. Я его делаю через обычный дисплейсер, самый дефолтный плейн с теми же настройками, как у предыдущего. Во вкладке Object высоту я выставил на 12. Далее в шейдинге добавляем нойз со следующими настройками. После этого возвращаемся и выбираем Layer, чтобы мы смогли смещать несколько нойзов. Кликаем Shader, Noise и делаем с такими настройками. После чего убираем его силу на 32%. Далее была работа по освещению. Я добавлял HDRI, сделал его более темным. Раскинул рандомно горы на задний план. Создал туманность через Volume. Добавил модельки девушек, расставил их в воздухе рандомно. Изюминкой в этом проекте стало солнце. Изначально хотелось сделать что-то в ретро стиле, но в итоге пришел к оранжевому оттенку. Ничего сложного, обычной текстурой Mission, но с градиентом в Opacity, чтобы верхняя часть солнца плавно пропадала. Вот такие поначалу идеи появлялись у меня в голове. Я экспериментировал, расставлял персонажей на берегу, хотел сделать планету, игрался с дневным светом, но по итогу понял, что ночная версия будет выглядеть лучше. Ну и на финальной части я сделал плавную тряску камеры с помощью тега Vibrate. Включил Position и Rotation. Амплитуда по 10, силу 0.25. В Rotation значение 2.4.2 и силу 0.2. На этом Cinema все. Остальные эффекты были созданы в After Effects. Теперь давайте быстренько пробежимся по моему композу в After Effects. На наш сырой рендер я накинул RSMB, но также можно юзать Pixel Motion Blur. Кто не шарит, этот плагин отвечает за размытие в движении. Далее у нас идет Adjustment Layer, вот с такими кривыми, и вот с такой маской. У маски я выкрутил Feather на 875. Сделано это было для того, чтобы песок был более темным и контрастным. Далее у нас идет вот такое вот небо, которое я сделал по технике Эндрю Крамера. Ссылку на урок я оставлю в описании. Небо у нас с наложением Add, и накинул на него Deep Glow вот с такими настройками. Далее я заюзал мой пресет LUT с прозрачностью 20%, а также Sharpen и еще одни кривые. Поднял контрастность, немного синего, красного и зеленого. Ну и по итогу получилось вот это. Ну, вроде бы получилось круто. Это был весь композ в After Effects. Также я хочу отметить то, что это разбор проекта, а не полноценный урок. Возможно, местами кому-то из вас, кто только начинает свой путь в 3D, будет не совсем понятно, что происходит. На любые ваши вопросы, которые у вас возникнут после просмотра этого разбора, я прошу оставить в комментариях. Отвечу всем. Если вам понравился данный формат, и вы хотите в дальнейшем увидеть подобный разбор или полноценный урок, я прошу вас подписаться на канал и поставить лайк данному видео. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся.